Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы рассказать вам анекдот и пояснить, почему я все это говорю. Дело в том, что написали мне письмо пользователь Константин В., если не ошибаюсь, и задал мне вопрос, почему методики достаточно просты, то есть нет никакого особого какого-то оформления, значит, красивости какой-то. Ну, он говорит, посмотрите, вроде как оформлены методики Эмматона. Даже этот харизматический такой тест, значит, привел в пример. Тест, восьмицветовой тест Люшера. Как красиво все это оформлено, значит, все так это презентабельно и так далее. Должен сказать следующее. Наши методики тоже оформлены презентабельно, в том плане, что они исключительно нацелены на функционал. Они соблюдают методологию, технологию проведения различного рода методик, тестов и так далее. Но, тем не менее, я бы хотел еще вот что показать конкретно для пользователя Константина. «Анекдот. Это такси? Такси. А где шашечки? Так вам шашечки или ехать?» Подходит мужик к таксисту, смотрит на машину и говорит, «Слушай, а что это у тебя машина непонятного цвета? И почему написано слово «такси» неразборчиво? И почему шашечки неровно нарисованы?» На что таксист отвечает, «Так вам нужны шашечки или вам надо ехать?» Ну и третий анекдот. Человек останавливает машину, водитель, «Вам куда? Мне туда-то, а вы такси? Садитесь. А вы такси? Так где же ваши шашечки? Вам шашечки или ехать?» Смысл в том, что вот эти три анекдота, просто это напросто разных интерпретаций, буквально вот в интернете я их взял, они легко находятся. Соответственно, вот такие три анекдота. С одной стороны, вроде ничего смешного нет, а с другой стороны, давайте посмотрим, как я на эти анекдоты смотрю. Данное выражение используется так как указание на то, что необходимо отделять главное от второстепенного, принципиальное от вторичного. В переносном смысле также можно использовать, когда человек сам не знает, чего хочет. Вам нужно соблюсти формальности или важен результат. И вот тут такое красивое токси нарисовано. И вот эта последняя фраза, на мой взгляд, наиболее точно отражает то, о чем я хочу вам сказать. Соответственно, существуют формальные какие-то, внешние признаки чего-либо, а существует внутреннее содержание. Это вполне понятно, философски очень давно и все изучено. То есть есть форма и содержание. Вот наши методики, они нацелены на содержание. А то, что может быть кому-то покажется, что это содержание недостаточно красиво оформлено, то есть некие формальности, некие там завитушки, там я не знаю, оформление и так далее. Это в принципе нас не особо интересует. Это вот наша принципиальная позиция. Для нас определяющим является слово функционал. И вот здесь вот такое токси нарисовано, да? Вот здесь вот шашечек нет. Вам шашечки или ехать? Мы отвечаем за то, что наши методики являются качественными. Они полностью содержат в себе классические приемы психологической и психодиагностики. Они содержат точные ключи, точные расчеты с точностью до последней секунды, минуты, с точностью до второго знака от запятой, если так вот формально говорить об этом. Мы ручаемся за качество произведенной нами продукции. Если это тест ММПИ, то он учитывает с точностью до последней запятой все сырые баллы, пересчеты в Т-баллы и так далее. Если это тест Котелло, он учитывает все возрастные нормы. Если вы заносите в тест Котелло возраст, предположим, 30 лет, у вас и расчет будет идти по 30 годам. Если у вас возраст 45 лет, и расчет методика результаты, она вам покажет с учетом перерасчетов самых точных возрастных таблиц по данной методике. И это прежде всего функционал, а не внешнее содержание. Вам, господа, шашечки или ехать важно. Поэтому надо четко понимать, что надо отделять второстепенное от главного, принципиальное от вторичного. Для нас принципиальным и главным является функционал. А то, что у нас нет завитушек, золотом выполненных на коробочке, как это делает иматон, для этого есть иматон. Мы занимаемся нечто другим и позиционируем лабораторию психологического обеспечения нечто по-другому, нежели это делает какая-то другая организация, неважно какая. Функционал, функционал и прежде всего функционал. Или вам формальность, или вам нужен результат. Вам шашечки, или вам нужно ехать. Ну вот, пожалуй, все, о чем я хотел поговорить. Хотел показать анекдоты, получилось не очень весело, но тем не менее отражающая суть того, что представляют из себя наши методики. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Продолжение следует...